Полностью разобрать автомат и собрать его снова для кадета Володи Степановой это дело нескольких секунд. Ученик 6 класса 66 школы настоящий пример для своих одноклассников. В дневнике четверки и пятерки. Участник и победитель конкурсов строевой песни и спортивных соревнований. Когда в школе встал вопрос, кого отправить на главную елку страны, выбор пал на командира 6-го В класса Вову Степанова. Как командир класс его слушается. Во-первых, он сам является для них примером хорошим. Но они готовы идти за ним. То есть никаких нареканий, никаких возражений в принципе нет в классе. То еще мне в нем нравится. Это целеустремленность, стремление достичь высот. Вот и в разборке и сборке автомата он один из лучших в классе, если не лучший. А командир класса он и должен быть лучшим. Сам Володя, правда, и не думал, что когда-нибудь попадет на кремлевскую елку. Услышав от родителей эту новость, воспринял ее как шутку. Сейчас же собрав все справки, необходимые документы, приготовив костюм, шестиклассник в приятном ожидании поездки в Москву. Ну, елку, потому что все так просто говорят, что она такая знаменитая. Хочу поближе познакомиться с людьми, которые там есть. Хочу посмотреть достопримечательности Москвы. Хочу посетить Кремль. Посмотреть музей оружия. Музей, оружейная палата и занимательные науки в экспериментаниуме. Ребят, кроме хоровода вокруг елки, представление в Кремле ждет насыщенная программа. Вместе с Володей на главную елку страны от Ульяновской области поедут 54 ребенка в сопровождении 12 взрослых. Это разные детки в возрасте от 8 до 13 лет. В основном талантливые дети, которые проявили себя на отличном учебе. Ребята, которые становились призерами в различных конкурсах. И детки-сироты. Вот из таких ребят из всех муниципальных образований состоит наша делегация. Отъезд группы запланирован на 24 декабря. Вернуться из столицы ребята 28 декабря. Екатерина Мазуряк, Олег Тоншин, репортер 73.